Всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр. Будем сегодня рассматривать с вами интересную модель Doggy DG550 Вот такой вот смартфон, довольно-таки большой, 5.5 фаблет Бюджетник, недорогой, стоимость его приблизительно из наличия в Украине 180 долларов Вот в такой вот коробке он поставляется Давайте смотреть, что в комплекте В комплекте здесь пленка располагается, это инструкция, зарядка И стандартная гарнитура и USB кабель по типу такого, как у OnePlus One По крайней мере, внешний вид практически такой же, только цвет другой Что из себя представляет наш смартфон? Это бюджетник, 5.5 дюймов, он довольно тоненький, есть металлические вставки Но давайте обо всем по порядку Спереди нас встречает 5.5 дюймовый дисплей У него есть три сенсорных кнопки Эти кнопки легонько подсвечиваются Меню домой-назад, кнопка домой имеет такой синий оттенок Очень прикольно смотрится, есть фронтальная камера, датчики приближения, датчики освещения Динамик разговорный С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз Сверху разъем под наушники microUSB и защелка для открывания крышки Номка включения-выключения с этой грани Здесь у нас микрофон, это не динамики, это просто сделано как вот для дизайна Динамик у нас здесь есть Ну и болтики Сзади крышка матовая, софт-тач пластик, есть вспышка, есть 13-мегапиксельная камера Под крышкой располагается аккумулятор на 2600 мАч Также есть большая стандартная сим-карта, microSIM и слот под SD-карточку Что хочу сказать по поводу сборки этого смартфона Если честно, мне не особо понравилась вот такая вот крышка Смартфон похож на iNew V3 Ну как-то уж слишком, что ли, дешево это все смотрится И на ощупь в руках тоже не впечатляет Заявленная толщина от производителя заявлена 6,5 мм Но это скорее всего вот эта вот металлическая рамка А так толщина еще плюс миллиметра 3 То есть около 9-8 мм этот смартфон будет в толщину Здесь у нас 8-ядерный MTK6592 процессор 24-25 тысяч баллов будет у нас всегда 429 Android, Mali 450 графический ускоритель Здесь HD разрешение, 13-мегапиксельная камера Это гигабайт, оперативки 16 встроенных Карта памяти у меня сейчас здесь не стоит Здесь полноценный 8-ядерный процессор Частота его максимальная 1,7 ГГц Фронтальная камера у нас заявлена на 6 мегапикселей Вот так вот Далее перейдем к проверке мультитача Здесь 5-точечный мультитач Да, больше касаний не распознает И что есть по датчикам Есть GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, компас Датчик приближения, датчик освещения Есть довольно-таки неплохая вспышка Гироскопа здесь нет Акселерометр само собой есть Ну и поддерживает смартфон OTG Функцию NFC технологий тоже нету Касательно прошивки Прошивка полностью на русском языке Не найдете вы здесь ни английского какого-то софта Который не нужен Ни китайского Все полностью на русском языке Везде все Покажу вам сейчас версию прошивки Как работает эта прошивка мне нравится Смартфон ведет себя достойно На рабочих столах Все тоже перелистывается очень быстро и гладко То есть зависаний, подвисаний никаких нет Какого-то проблемного момента с прошивкой я не нашел Все работает стабильно Мне понравилось Теперь что касается звука Был приятно удивлен, что звучание в этом смартфоне В первую очередь в наушниках Оно хорошее Ну звучание такое же, вот примерно как у меня на GAU-G2 На стареньком Но звук довольно-таки хороший Есть басы, он очень громкий То есть я думал, что будет похуже все-таки и от DOGIE И от процессора МТК-6592 Внешний звук тоже неплох Он идет через один динамик Давайте продемонстрирую это вам через YouTube Так будет проще То есть Вот оказательство того, что здесь никакие не стереодинамики Вот Разговорные динамики микрофон тоже меня порадовали Все слышно громко, четко, без нареканий По поводу экрана Экран здесь 5,5 дюймов Здесь IPS матрица Скорее всего OGS технология Экран довольно-таки яркий Мне в принципе понравились углы обзора Опять же Бюджетник от DOGIE Я думал, что все будет как-то похуже А на деле оказалось, что углы обзора очень даже неплохие Картинка не преломляется Но по диагонали темный цвет Он немножко светлеет То есть Ну это на многих матрицах современных смартфонов сейчас Касательно производительности Смартфон у нас 8-ядерный Гигабайт оперативной памяти Давайте продемонстрирую несколько игрушек Как он с ними справляется Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, все работает достойно, но вот, например, Asphalt 8, как будто на максимальных настройках графики идет немножко рывками. Может мне кажется, может быть нет. GPS работает отлично, сейчас вам это продемонстрирую. Спутники словил быстро, 14 секунд первый старт, спутники нормально то есть словит смартфон. Теперь, что касается аккумулятора. Ну, я так понял, что у большинства больших современных смартфонов на процессоре MTK6592 с аккумулятором большие проблемы. Значит, смотрим результат. 2,600 аккумулятор, я напоминаю здесь. Значит, Epic Citadel в режиме игры с 100% до 12 всего лишь 1 час 43 минуты. В Antutu Tester показал 3019. Ну, и при воспроизведении видео из YouTube это всего лишь 2 часа 5 минут. То есть, ну, аккумулятор держит, ну, вообще очень-очень-очень слабо. Это основной минус этого смартфона просто-напросто. Камера здесь достойная, делает нормальные снимки по настройкам. Здесь 13 мегапикселей основная камера и видеозапись идет в формате Full HD. Камера фронтальная у нас на 5 мегапикселей, а если мы сделаем во весь экран, то, значит, тоже на 5. То есть, фронтальная камера тоже довольно-таки неплохая. Фото-видео вам выложу, сможете это все посмотреть. Вот, в принципе, и все. Вот такая вот модель получилась Doggy DG550. Это, напоминаю, бюджетник большого экрана 5,5 дюймов с 8-ядерным процессором. Стоимость его приблизительно 180 долларов в Украине. Честно говоря, когда только получили мы эту модель, когда заказывал, я не рассчитывал особо, что это будет хороший вариант для покупки, для кого-либо. Но сейчас, вот когда сделал я обзор, я могу смело сказать, что я поменял свое мнение. Мне понравился экран. Действительно, экран достойный. Мне понравился звук. Я считаю, что телефон это такое мобильное устройство. Ну, например, я слушаю музыку в наушниках довольно-таки часто. Поэтому звучание должно быть хорошим. Вот в этом смартфоне звучание хорошее. Из минусов, что я могу выделить? Это то, что вот в моем образце есть небольшой люфт. Но, в принципе, на это можно забить и пользоваться нормально. Но основной минус, это, конечно же, аккумулятор. Аккумулятор, который действительно очень слабенький. И, ну, больше, чем один рабочий световой день, он у вас не проживет. А если вы будете играть в игры и смотреть какие-то фильмы, либо лазить в интернете, то того больше. То есть, ну, смартфон со своими плюсами. Плюс его, конечно же, еще и в цене. Ну, и есть такие существенные минуса. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Будем делать для вас интересные обзоры, новинки. Все это будет. Спасибо. Всего доброго.